представляем вашего внимания полную чистку оружия от сергея помощникова заранее прошу прощения за длительность это будет самое длительное видео на моем канале но того стоило от сергея помощникова призера и чемпиона разнообразных соревнований просто хорошего товарищей человек поехали всем привет мы саратове дорогого друга сереге помощникова собирались добирались добирались вот добрались я тоже думал но я доехал я справился то есть задача нелегкой хотя это было и непросто производим очистку после 150 выстрелов на стрелы двух недель нахождение винтовки положение покоя без каких-либо дополнительных очисток я вот дульник каждый раз чищу поэтому вот так вот можно посмотреть как он выглядит то есть я считаю что его тоже нужно чистить периодически потому что выхлопные газы вылетаю в разные стороны канал туда-сюда мотает и формирует сейчас я его чищу добавлю туда бучку он пока киснет у меня стоит потом я его очищаю использую такие вот емкости с носиком от перекиси водорода очень удобно закрывается крышечкой для очистки винтовки всегда используют перчатки размер 7,5-8,5 но это индивидуально братан я и говорю диапазон одноразовая желательно ортопедически в них рука может очень долго комфортно выходить до 8 часов я снимаю пока уголок этого самого пока серега там готовится надевать перчатки это новый смел-экстэ 7,35 да? 7,35 7,35 атака ронжа да по-моему которые вот я наверно тоже теперь хочу но пока не могу судя по всему так обязательно применение быстротряпки без нее я пока релоудинг там или чистку не доработать с винтовкой не представляю вообще в патронник вставляю всегда трубочку такую фиксирую фиксирую и резиночки подмазываю маслицем чтобы они не попортились и в патронник заходили на кладенькие скользили все используют в принципе как я очищу я применяю сначала увлажнение канала ствола пульфором потом прохожу ершу если я допустим стрельнул 30 раз то я прохожу туда-сюда движением ерша 60 раз вот сейчас я стрельнул примерно 120 раз поэтому 240 раз я туда-сюда пройду бучбором мне сейчас на период до 250 выстрелов этого достаточно вот если же мне необходимо то есть почистить пасту то что я делаю надеваю вот так вот на иголочку как все знают уплотнение только один из патчей смазываю его небольшим количеством кройла именно кройла потому что кройла на самом деле на водной основе дает повышение трения практически в два раза и затем добавляют сюда чуть-чуть пасту вот так смачиваю это джебисера либо йос синяя красная практически я не использую потому что она для полировки служит канала ствола я ее не особо использую это счищать позволяет карбон который накатывается в пули в процессе ствола так вот облаком вообще никуда не капает ничего никуда не влияется это вот первый патчик всегда плотненько потому что шероховато велико образовывается он такой вот выходит красивый дульнички я тоже всегда подчищаю чтобы он был дульный срез чтобы здесь ничего не было то есть я по максималке вычищаю все вот два раза увлажняется канал ствола потом начинается работать с ершом на каждую насадку у меня отдельный получается шомпун потому что очень часто менять не очень времени много стреляю много достаточно быстро протягивать шомполом не рекомендую потому что не получается полноценно смачиваться вот также еще вытираю после каждого прохождения канала ствола потому что он тоже грязь оставляет внутри можно потом ошибиться будешь думать что там все чисто вернее там грязно все а там на самом деле все чисто просто это грязь от шомпола затем я смачиваю вот так вот ершечек и вперед у меня получается 20 раз туда-сюда обратно потом я добавляю бучбор на ершечку с выходом обязательно ерша снаружи с выходом вот кстати ерша сейчас начал очень так мягенько проходить то есть мне не нравится я сейчас буду ершечкой видимо ворсинки загнулись всегда имею в расходке очень много ершей то есть я их покупаю что по 10 и в принципе на две чистки один ерш наверно я использую потому что загибаются ворсинки не вычищают как мне надо сейчас я дочищу еще 20 раз закрываю крышу брызу после того как я сделал 40 движений получается я это все выдвигаю потом патчиком я не выкидываю использую потом куда-нибудь еще раковина в комнате позволяет очень комфортно все отмывать вот еще такой момент где всегда путаешь что ёршики плохие хорошие я делаю так загибаешь сюда складу и я уже никогда не перепутал буду знать что он использован и пользуются так необходимо всю гадость и грязь оттуда сейчас выдвинуть сейчас накопилось после чистки винтовки как правило скорость пули падает на 20-25 метров в секунду после хорошей чистки винтовки поэтому рекомендую настреливать после чистки винтовки не менее 20 патрон для того чтобы выйти на ту скорость на которой смотрите здесь получается ершик вот старенький у него ворсинки которые были там попорчены и поломаны вот они здесь остаются в канале поэтому я я почаще стараюсь менять ёршики двумя сухими проходим сразу там вся грязь уходит в принципе уже полегче пошел движение вот второй уже уходит такой чуть грязненький но ничего страшного дальше иду опять увлажняю каналчик ствола одним по одной салфеточкой и потом опять ёршу вот кому лень чистить может в принципе пастой фореста используется вот она уже даже после первого цикла уже идет такая вот чистенькая хорошенькая красивенькая вот и пошли работать заново сейчас ёршик новый сейчас увидите результат прокручиваем периодически шум чтобы уговор так и менялся опять добавляем на ёршик очень люблю шампаладе ветер так как у них стержень более утюгий чем у других производителей он не гнется при сильном нажатии на него и не деформируется имеет форму достаточно хорошую вот все что наверно уже скопилось все что наверно скопилось я смываю все в раковине вот а для того чтобы продуть что Продолжение следует... прошли более плотным ёршиком, смотрим что после него образовалось, вроде чистенький был патчик то есть хороший ёрш поднимает гораздо больше, поэтому меняйте ёрши почаще самое плохое на нарезах, на полях всегда остаётся, в нарезах быстро вычищается, а в полях как бы остаётся всегда грязь С этой проблемой достаточно сложно бороться, всё это делаем, сейчас я дальше покажу как это делается Увлажняем снова канал, ствола пока что салфеткой Вот Нужно в общем чистить ёршом до той поры, как это делается пока после чистки не образуется орёл синий, просто синий, без черноты Тогда можно сказать, что гуч отработал своё действие, остаётся там только медь Дальше уже пойдёт простое достаточное средство, как паста потому что с полей убрать карбон очень тяжело и самое главное долго а нам надо быстро, так как мы очень часто и много стреляем то есть на затренировку уходят практически до 60 до 100 патронов вы сами представляете охотники бывают годами такой на стрелке поэтому это для спортсменов и стрелков всё-таки чистки больше потой, чем для охотников потому что для охотников достаточно пройти бутьбором вот так вот 20 раз туда-сюда после там 5 выстрелов ну после сурка 20 всё Бутьбор прекрасно очищает как медь, так и карбон можно в принципе больше ничем не пользоваться так вот при желании ну естественно после него надо его обезжирить, огнейтралить и смазать канал ствола тем, чтобы не поддавалась коррозия особенно очень сильно этим страдает ствола от блейзера если кину и не убрать, то возможно коррозия и потом выщелачивание металла при стрельбе, ущербливание поэтому особенно кройл вот я на блейзере вообще не применяю очень аккуратно, кройл на водной основе он как бы поддает твоей коррозии ну коррозия умывает достаточно хорошо ну конечно да, здорово умывает всю грязь из всех щелей но он не лезет во все щели в болтики во всю ерунду которую пока можно себе представить всегда про себя считаю всегда про себя считаю вот еще грязь остается на канале ствола поэтому работа буч-бора еще как бы не закончена лучше конечно чистить сразу потому что вся грязь она потом превращается в плотный в плотный карбон со временем ну естественно она разъедает металл и разъедает он проникает в те поры которые называются разгаром вот и соответственно там в этом канале ствола еще глубже начинается вот этот процесс разрушения канала ствола я думаю очень влажно светит гореть все, сейчас самое вот интересное что было у нас вроде там чистенько так хорошо все здорово, но на самом деле чтобы вычистить до конца открываем сами понимаете что там еще чернота получается вот методика как вот можно еще дальше делать то есть еще 30-40 раз там по 20 3-4 раза по 20 у нас еще пройдем как можно быстрее все это избежать есть у нас такой прекрасный срез для унитазов вселитбэнк это химия такая очень сильная вот научил николазию меня этому моменту чтобы я там распространялся не распространялся ничего не сказал поэтому я все таки как бы расскажу про эту методику что он из себя представляет что это методика себя представляет просто наносим на салфеточку это усилит бэнк он он также впитывается в салфетку много не надо достаточно вот такой вот капель вот этот синий состав моментально убирает карбоновое кольцо которое образуется в патроннике после многих выстрелов то есть моментально его там просто не становится сразу же вот после него необходимо через секунд 20-30 проходить ацетоном и самое интересное что после взаимодействия с нагаром вот такой дымок синий с запахом с таким выделяется из канала ствола как будто во время после стрельбы поэтому естественно отмывать руки надо потому что прикасаться по все металлическим частям не рекомендуется вот чтобы убрать нагар из патронника но лучше средства я как бы еще не видел то есть можно пользоваться кучей всякой дорогой химии а силитбэнк работает лучше получается единственное что его да нельзя оставлять там вот и это все дело быстро вот вот на дульном входе чуть-чуть назад на потому что как-то там самая масса происходит накопление сажи копоти и прижимания в большем размере и вот таким вот образом туда-сюда мы его выходим на конец ствола в этот момент силитбэнк работает что же там происходит после его работы происходит там вот такая вот штука то есть все что там из темных отложений есть с карбоном вот такая вот штука вот сухим патчем выдвигаем а естественно еще надо отмыть потом после шонка пока он там работает этот силитбэнк естественно в канале ствола для черных стволов это делать нельзя только для нержавейки к сожалению черный ствол нержавейки поэтому ни в коем случае на черном стволе не использовать это иначе будут проблемы потом серьезные все дальше берется ацетончик обычный и погнали литерализовать ходит очень тяжело это я рассказываю практически лучше идеальную чистку до металла вот такая чистка примерно позволяет вычистить канал ствола до разгару то есть до поверхности то что внутри в разгаре там дырочку не вычищается как бы таким способом медь там остается вот я рекомендую медь в нарезах оставлять потому что она все равно после выстрела туда попадает если ее умываем полностью только для консервации ствола для стрельбы наоборот даже лучше потому что вот это вот вещь как разгар ствола она пропускает через себя видимо газы и получается что давление падает и скорость пули падает соответственно мы теряем баллистику пули который у нас заложен заведомо в кулькуляторе забита там определенная скорость вот ацетоном я прохожу три раза то есть ацетон сухой патч ацетон сухой патч после этого про хобби у вас проходя здесь вокруг красиво на самом деле есть кто то есть Карбонового кольца там больше нет И поэтому патронник можно не тереть Уже гершами с пастой И не заниматься порнографией И времени терять Это проверено точно с бороскопом Не один раз После силы-то необходимо убирать трубочку Ее промывать обязательно Подувать Иначе патронники накапливаются Остается вот между вот этой резиночкой Попадает И вот этим вот кусочком трубочки Попадает уже Силипен патронник Патронники И обрабатывают с помощью вот таких вот ершиков Такие вот ершики есть Один с прямым, один с изогновым Я их сейчас покажу А также у меня есть такой инструмент Красивый Как бы такие артероскопические кусачки Такого ни у кого нету Поэтому особо не ищите в магазине Как бы так Вдруг кто-то найдет Ну врачей у всех есть И вот там Вытираем После этого он говорит Что я ем по времени И я задрот А вот тут вот в патроннике Вот такая вот гадость Так Это все дело лучше делать С кройлом, конечно Вымывать Вот эти вот вещи Потому что там Оно нейтрализует, конечно, эту химию Все Поним Необходимо после кройл Сразу же вытирать Потому что он проникает везде В том числе под винты подложевые И это все Если попало масло подложевые винты Это у вас между ложным и стволом Ресивером Начинается люфт СТП сразу начинает плясать Начинается сразу вопросы Проблемы дома Недовольная жена Потому что не летит У мужа Ну или у партнера У супруга Потому что приезжаешь со стрельбища Обычно Если что-то действительно не получается Это все Это капец Начинаешь искать проблему Все И ты задумчиво ходишь И на работе И дома Все что случилось На вопрос отвечаешь Все нормально Таким вопросом Как будто Таким вернее ответом Как будто У тебя кто-то умер Поэтому не допускаем Не допускаем Попадания Подложевые винты В том случае таких Все Дальше вставляем Начинаем Уже работать Так Как работать с пастой Я сейчас продемонстрирую Пасту я не долго буду Потому что мне особо не надо ничего чистить Я уже показывал Что кройлом намочил Пасту обработал Вот Я значит патчик добавляю Загоняем Кану ствола Он должен заходить Полотно очень Из первого раза И вот так Вот Дальше отмечаю Обычную баналь Такой бумагой Сколько мне надо Чтоб зашло Начало Вот где-то 20 см Дальше Заходить нельзя Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Прокручиваю Десять Дальше я до конца канала ствола Прохожу этим же патчиком Но что я делаю Загоняю Подкручиваю на резьбе патч Чтобы он поплотнее там был То есть он за счет резьбы Он так сминается И становится более плотным На канал ствола Он более сильный отпад И вот до этой метки То есть не выходя За Края ствола Мы проходим еще где-то Ну я пять раз То есть сейчас сделаю Потому что мне больше не надо Вообще так Если при сильном загрязнении То есть 20 см Проходим Пульного входа Вот здесь где-то Двадцать раз И по всему каналу Еще десять раз И у вас он Идеально чистый Может больше То есть даже не Раз Раз Три Четыре Пять И вот такой вот он получается Красивый черный патч Там находятся кусочки металла Канал ствола металл сдирает Паста сдирает Вот Уводя вместе с собой Вот это вот Обгоревший синий металл Который там находится После выстрела Он убирает оттуда продукт Вот это угорение В то же время Канал ствола Становится идеальным чистым Потом я вот Сейчас Глеб будет В момент Как демонстрирую Просход Теперь остается Такая проблемка А как же там Оттуда все так здорово Теперь вычистить Потому что Его вычистить Очень сложно Теперь эту пасту Вот На самом деле Все просто Гораздо проще Чем вы думаете То есть Отрезается кусочек Отрезается кусочек Быстротрядки Полосочек Берется старенький Ёршик У меня В достаточном количестве Находится Очень много Всегда Шампалов Поэтому Я не испытываю Проблемы Замены Вещей Берет Старенький Ёршик Который мы Проходили До этого Я говорил Он пригодится Еще Наматывается Туда Полосочка Это Быстротрядки Один слой Достаточно Потому что Она очень хорошо Работает Это я показываю Как идеально Вычистить До Прям Металла Ствол Чтобы не Мучиться Почему Прогоняю Его Бучбором Обычно И Начинаю Туда Сюда Водить С выходом Его Из канала Ствола По большому счету Старый Ёрш Он Меньше По диаметру Никаких Проблем Не доставляет И Он Все Оттуда Вычищает Вообще Полностью То есть Вот Этой Пасты Там Не Остается Практически Сейчас увидим Как там Все Черк И Разворачиваем Выкидываем И Потом Следующий Точно Так же Разворачиваем Прекрасно Потом Полосочка Следующая То есть Она Вычищает Все Продукты Жизнедеятельности Пасты То есть Достаточно Простой Эффективный Метод Позволяющий Не Мучиться Там Загонять Там Кучу Патчей Портить Тот Еще Пользуется Такими Салфетками Для лица Тоже Мне Не Очень Нравится Метер Кажется Быстрее Потому Что Я Менять Могу Очень Быстро Вот Эти Кусочки Салфетки В данном Случа Салфетки 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 всегда имеете плотные салфетки специальные очень плотные они кстати очень пригождаются на соревнованиях при дожде не размокать от дождя вытирать объективами объектив становится сухим вот для чего у меня бэушные дёршки находятся здесь то есть видите 4 шампула они все задействованы ничего не перекручиваешь после такой очистки уже можно выгонять все непосредственно таким плотными салфетками и вот видите уже легко он идет если я раньше писал со всей силы то теперь я практически не упираюсь после того как мы вычищаем с помощью пасты то есть канал ствола полностью освобождается от всех примесей, залежей и всего остального то есть я рекомендую пасты именно чистить примерно раз в 250 до 300 выстрелов то есть это очень полезно но после него естественно вот есть такая у нас замечательная штука все дальше я кройлом вымываюсь выходит вот такой вот два, потому что недостаточно винтовка Уорсис у меня я все Уорсисы люблю эти винтовки стреляют прекрасно все проблемы можно исправить в России и очень отзывчивый в менеджмент персонал руководители там, отзывчивые стрелки меня не устраивает то, что здесь остается еще чернота на полях например что я делаю беру вот этот пишет, накручиваю туда патчи и прогоняю его не в одну сторону а вот как будто полировка кожного бляшки ременную туда-сюда, туда-сюда как правило после этого там ничего не остается на шомполе делаю поментку, чтобы не выходил за край ствола и вот так вот как правило после этого чернота вся уходит еще до конца вот это все собрал открою чуть-чуть сейчас остаточки выгнали вот такая тестовая последняя салфетка я не добиваюсь совсем идеальных салфеток просто я знаю по натяжению на шомполе в каком состоянии у меня там получается на нарезах еще остается но это я пастой получается мало чуть побольше пасты прогоняешь и на нарезах карбон уходит совсем это уже окончание или еще дальше будет? нет, все, я сейчас последним выгоняю и после этого маслица? да, перед стрельбой надо маслица обязательно кто-то смазки использует специально для первого выстрела но возможно правой видите, по-чистогановски шомпол он чуть-чуть, конечно, угнется но шомпол очень в хорошем качестве остаточки какого важного нарезать он и С этим всё, больше очистим, загоняем маслицу чуть-чуть. Я использую гучу ойл. Маслица не рекламируем. Плохой скорее. Тоже три раза я покажу. Гучу ойл уже нейтрализует кроял. Получается друг на друга. Здесь влияет. У меня с канала кала. Это ствол капает. Сейчас ещё надо будет очистить здесь дульный срез. Обязательно простыми средствами не чистится. Просто так. Поэтому я использую либо такой хирургический инструмент. Вот. Видите, прям такой вот нагарчик. Нанесённый до этого средства буч-бор его размягчает достаточно неплохо. Я его потом убираю. Я не люблю, когда готовка, конечно, грязная. Вот. После очистки, конечно, вот этого дульного среза кое-что попадает в дульный, туда, в отверстие. Поэтому обязательно проведение патча после вот этой чистки манипуляции. У него там можно увидеть, вон они кусочки-то маленькие внутри лежат. Ну, кто-то не любит этим заниматься, чисто этот порядок. Считает, что он летит без разницы как. Но я считаю, что чистая винтовка всегда лучше стреляет красиво, чем. Грантовка, которой никто не ухаживает. Так, сейчас всё здесь. Да и пройду. Совсем не будет. Вот, чтоб потом нейтрализовать, тут там химия. вот он меняет после химии вот так вот с красного тон красный вот такой вот цветом вот как только взаимодействие с чем-нибудь сразу становится гадость вот такой зеленовато-желтый реализация такая происходит вот и окончательно довожу это все медный сейчас продается куча всякого инструмента такого замечательного вот после того как дульный срез обработан желательно его пройти потом ацетоном объясняю почему резьба должна быть смочена здесь никак не коим образом никаким маслом почему потому что дульник который надевать сюда нужно стягивать боковым винтом с минимальным усилием я тяну 4 митон метра для чего это надо потому что деформируя канал ствола мы тем самым изменяем стп то есть пулю летят там непредсказуемым образом и это возможно повлияет очень сильно у вас на ткучность на подбор патрона поэтому за этим следите внимательно это очень важно здесь должно быть максимальное трение чтобы дульник мы могли дальше я вот вычищаю ребра с помощью этого же инструмент на дульник хорошо отошло так как я готовлю к серьезному мероприятию поэтому я максимально покажу выстрелили газовый полетарий через эти верстья так мы подольник у нас уже не так все принципиально то есть мы сейчас поснимаем ты ты закончил с винтовкой сергей да с винтовкой закончил там патронник еще щас его не видел патронник как сейчас будем смотреть через бароскоп или не будем сейчас тебе все покажу сейчас все быстро бароскоп мы будем конечно смотреть чтобы ты посмотрел что это не все не зря было вот эти ребра боковые обязательно учащаются ткучки так не влияют очень сильно на стп смещение стп Вот на них легко. Винтик необходимо также подсмазать для того, чтобы он за счет своего трения, он здесь тоже накипает, иногда не прижимает, вот здесь вот нагар есть, который у него тоже на винтик попадает. Он мешает закручиванию, как на странах. И дульник бывает не до конца закручивать или надо сильные усилия прикладывать. Очень важна сила затяжки дульника на самом деле. Это все зависит от того. На гайках дульники они чуть получше, потому что они позволяют не деформировать ствол, канал ствола. Вот таким вот образом вычищаются. Жабры остались чистые, сейчас гладенькие. И этого достаточно для того, чтобы... Мне почему не нравится? По мелочам. Женя принципиально сильно. Можно тоже кусочки вот такие отваливаться. Кто-то ждет, когда просто оттуда начнет что-то вываливаться. Я этого не жду. Все очищено. Сейчас я все дело продуваю хорошо. На винтик чуть-чуть обязательно не капай маслице, чтобы он там ни в что не упирался. Как бы ни в какие. Все, дульник для установки готов, в принципе. Так как у нас там был мусор, поэтому я делаю такую контрольную, так сказать, прокон. Салфетки длинного канала вот эти вот большие. Я их чуть-чуть подрезаю. Какая есть проблема многих рук. Обычной салфетки. Там грязь чуть-чуть подрезаю. И потом я быстро тряпаю, потому что она ворсины оставляет мне больше нравится, чтобы поменьше. Складываю как-то четыре части. И просто легко, принужденно собираю весь мусор с канала ствола. Все, на данном этапе капустол вычищен. Нам нужно теперь вычистить патроны. Патронник вычищается очень просто. С помощью вот этих вот моих инструментов. Для очищения патронника там же больше, где шейка заходит. Поэтому я беру здесь, допустим, 6,5 у меня калибр. Я беру 8,5 патч. Немножко приготовлено. Чуть-чуть выдавливаем кролика. Прям совсем капелечку. Надо немножко. Таким движением. Вот там получается такая вот гадость. Патронник очищать обязательно надо. Иначе там скопится столько всего, что... Вот так, или... Просто нужно о чем-нибудь... Положите, чтобы болтающихся частей не было. Иначе потом будет вышлавить. Вот что у нас в патроннике здесь происходит. Видим, да? То есть патронник не то, что там обязательно вычищать, его просто необходимо вычищать. Потому что там гадости скопаются. Это все повлияет на то, что там положение гильзок, патронники меняются. Перекос пули происходит. И потом... Бывает очень сложно определить, почему же, так сказать, мы не можем собрать там кучу или еще что-то достаточно там. Полируем как пляжку для меня. После того, как намочили кройл, нам надо пройти обязательно сухие мусы. Вот примерно до такого состояния я вычищаю, чтобы вообще не было никаких... Остаток. Остаются черные какие-то ложины. Вот их надо убирать полностью, однозначно. Глеб, что у тебя с питанием? Уже полчаса я, да... Горит, нарушается, все? Да, все не очень хорошо. Полчаса я уже это самое. Ну ладно, воскресенье. Осталось немножко. Ну ты понимаешь, да, что вычистить винтовку теперь сколько можно? Он удохится. Будет действительно уничтожить. Потому что это вот настрел после как бы боевой такой работы на соревнованиях. То есть где там пыль, грязь. И самое интересное, там где боевой упор у нас заходит, вот такой вот я использую инструмент. То есть иголку загнута под 90 градусов. Сюда я одеваю ватчик, накручиваю таким вот образом. и вытираю та часть, которая называется маской. Захожу во все уголки с помощью никакого специфического другого инструмента не надо использовать. Вот это все позволяет спокойно все вычищать полностью, где боевые упоры заходят. И в том числе и очень жесткое получается воздействие на грязь с помощью этого пачка. То есть я так вот могу, так, так. Все это нервно, да? И очень легко и просто делается. Чтобы не поломать иголку, ее нужно нагреть паильной лампой. И она сама по себе сгибается. А кончик там очищается. Очищается. И все. Вот у нас все вычистилось. Сейчас прохожу еще маслица с небольшим количеством. Нет, здесь я где патронник, я не буду проходить. Где боевое масло, чтобы лжевые винты не попало. А вот где патронник, там где масло вылазка использую будет чуть-чуть. На самом краешке. Мы уже спешим на тренировку. Я думаю, будет полезное видео. Потому что пасты, как работать, мало кто знает, как после пасты очищать должно, чем очищается, как это все происходит. очень мало рекомендаций, видео. Монтировать только я, конечно, устану. Материала очень много получается. Полтора часа уже больше. Но зато здесь все есть. Здесь все есть полностью. Все. И заключительный этап. Вот глядим. То есть, когда мы все это сделали, патронник почистили, все сделали, необходимо пройти обязательно после всего этого, чтобы пыль пошла оттуда. Повсюду. Вот. Проходить какой-либо тканью. Я прохожу быстро тряпкой. Обычно. Без всяких вот этих вот насадок, без всего. Просто. Я захожу, то есть, в одну сторону выгоняю. Весь пыль, мусор, все, что там накопилось, все есть, все он уходит. То есть, вот, видно прекрасно, что там какой-то еще кусочек грязи я убрал. Сейчас мы заключительно глянем в браскопы, чтобы Глеб убедился, что там все хорошо. Ну, чистенькая тряпочка такая вот выходит. Вообще-то сейчас должно быть хорошо. Так, так как я знаю, что там все хорошо, я уже сейчас буду закручивать туда дуя. Что бы не будет. Я его закручиваю именно до той резки, которая у меня была изначально. и с отверткой вот 4 ньютона. Прямо эксперименту провел, в смысле, которые показали, что дульник нужно закручивать именно с определенным усилием, иначе мы получаем от руки как-то проворачиваться. Вот так вот примерно, то есть усилие где-то. В противном случае мы просто тупо перетягиваем, изменяем геометрию выхода ствола, что приводит однозначно такое изменение, если это прям 100%. Добавляем смазку на упор, вот на эти части обязательно. вытирается, значит, от старой. Я рекомендую каждые 20-30 выстрелов все-таки его очищать, чтобы качественно и хорошо он работал. от старой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...